всем привет вот по случаю раздобыл я вот такой вот камазовский фильтр масляный собираюсь с него сделать фидерные кормушки из внутренней части там тоже сетка это будет две кормушки для лодки но изяна леща сейчас я его разберу продолжу дальше такая вот сеточка снаружи вот такая вот внутри сейчас все вскроем посмотрим в общем сильно заморачиваться не стал взял и выпилил все аккуратненько болгарочкой такая вот решеточка у меня получилось теперь ее надо вот по этому шовчику дальше разобрать ну и дальше тоже решил не заморачиваться аккуратненько по-быстрому так же распускаю болгарочкой вот на такие вот ленты получается две сплошных ленты и два вот таких вот кусочка все пойдет дело ну и в общем вот результат два цельных кусочка получилось по 75 сантиметров два вот таких вот огрызочка они тоже пойдут частично на кормушке кормушек на год хватит если не больше вот буду делать поэтому брусочку кормушки такая вот у него будет длина это придется вырезать это будет задняя часть крышечка то сейчас вырежу получается она как раз по ширине начну вот с этого обрезочка потом посмотрим такого шаблончик у меня получился сейчас буду размечать решетку и вырезать вот это вот будут края загибаться это будет задняя стенка заготовочка готова она выглядит сейчас прижимаю вот так вот струбциночкой столу вот эти вот краешки сюда задумал материал оказался очень поодзатливым даже не пришлось использовать никаких струбцинок все очень отлично гнется даже рукой взял вот этот брусок приложил и прям пальцами с одну такую форму вот так вот она выглядит загнутая деревяшки то есть вот заднюю стенку делают чуть-чуть с припуском и заправляю его внутрь также снизу здесь это все дело зальется свинцом сразу много их делать не буду то есть на основе трех вам покажу кормушки с грунтозацепами для сильного течения саму форму для литья можно сделать из гипс но я что-то вот решил из деревьяхи сейчас размечу стамесочкой выдолблю отверстие и просверлю вот такое вот отверстие глубина 7 миллиметров сюда буду заправлять кормушечки и заливать но это еще не все дополнительно еще поставил центры где будут у меня просверлены отверстия то бишь будут грунтозацепы взял три сверла разного диаметра край кормушки будет более тяжелым ну соответственно середина будет средняя движек лески креплению будет маленькое сверло теперь немного наждачной шкуркой убираю за усердь собственно форма для заливки готова теперь вот с этой проволоки сделаю ушки крепления но мне толщиной миллиметр вот таким вот образом и выгнул дальше так вот буду цеплять так вот устанавливать вот все и готово к заливке начинаю плавить свинец при работе со свинцом обязательно соблюдайте технику безопасность может брызну пользуйтесь обязательно защитными очками сетчаткой ну в общем будьте осторожны пенец расплавился потихоньку начинаем заливать можно это делать на таких кормушках прям через верх теперь ждем когда остынет такая вот кормушка получается это предварительно еще и надо будет маленько обработать края здесь немного проволочка торчит тоже ничего страшного свинец сверху убирается легко вот его и нет так вот и третье готово в принципе деревяха для разовой акции вполне пригодно но мне что-то первый первый раз я деревяшку лил мне не понравилось в гипсе как-то оно лучше следующие ролики покажу как лить груза в гипсе как и любое изделие после литья немного обрабатываю напильником сейчас доработаю покажу конечный результат ну вот и все друзья со всеми приготовлениями со всеми изготовлениями форм там со съемкой где-то у меня ушел час работы получились вот такие вот грузики осталось у меня маленько лака черного долю туда растворителя сейчас попробую хотя бы маленько покрыть скажу сразу форму вот эту получилось неудачно а вот ее хватило внутри груза именно с грунтозацепами и она вот по вдоль подарила так что рекомендую лучше лить в гипс а вот еще что думал что вот это вот конструкция будет сильно мягенькая а получилось на одну отлично то есть я хотел здесь изначально пропаять проволоку но я думаю не надо все хорошо держится самое главное после того как все сделали обязательно все вот эти краешки обработать скруглить чтобы не было заусенцев чтобы вы не поранились так в принципе вот отлично сейчас покрашу и покажу готовый результат к сожалению лака не хватило полностью покрыть так только чуть-чуть подсвежил то есть вот такой вот результат у меня получился такие вот кормушечки с грунтозацепами вес я вам точно не скажу вес у них у всех разный потому что свинец его на глаз не отмерял его какое-то положено это тяжелее какая-то легче но я их делал для обе для сильного течения поэтому там сильно вес роли не играет чем тяжелее тем лучше на этом я с вами прощаюсь кто досмотрел до конца всем спасибо за просмотр кому понравилось это видео ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки пишите что в комментариях всем пока и до новых встреч